Итак, всем привет! Мы продолжаем изучать MoGraph. Для начала давайте создадим в сцене конус. Поднимем его немного вверх. И в режиме редактирования осей сместим геометрический центр. Так, переведем конус в редактируемый объект, чтобы нам это дали сделать. Отлично. Так, накинем на него материал сейчас мы. Какой-нибудь цвет. И в сегодняшнем уроке мы с вами более подробно рассмотрим клонирование объектов в режиме объект. Создадим клон-объект. Подчиним под него пирамиду. Давайте пирамиду немножко уменьшим по масштабу. Теперь создадим объект-плоскость. Давайте для нее тоже сделаем материал. Представление давайте сменим на гурлинии. Итак, сегодня мы узнаем о том, что клонированные объекты можно располагать по любому другому объекту. Не только когда он находится в положении статики, что мы делали с вами в прошлом уроке, но и когда он может быть динамическим. Итак, давайте попробуем. Выбираем клон-объект. В настройках объекта режим линейный сменим на объект. И укажем плоскость. Как вы видите, у нас все пирамиды заполнили плоскость, но они все еще большого размера. Давайте выберем снова конус. То есть я оговорился, да, не пирамиды, а конусы. И немножко снова их уменьшим по размеру. Используя изменение ап-вектора, можно изменить направление осей конусов или тех объектов, которые вы клонируете. Давайте, нам нужен вообще-то Y. По оси Y в данный момент выравниваться не хочет. Но это ничего страшного. Мы перейдем в трансформацию и изменим вращение вручную. Позицию R мы укажем минус 90. Давайте еще немножко уменьшим масштаб конусов. И к плоскости применим деформатор формула. Увеличим количество кадров до 200. И посмотрим, что у нас получается. То есть, как вы видите, таким образом клонированные объекты применились к динамической плоскости. Давайте рассмотрим еще один вариант. Удалим формулу. Удалим конусы. Плоскость переведем в режим редактируемого объекта. Немного поднимем сразу же вверх. Создадим куб. И создадим объект тор. Тор давайте сдвинем в сторону. И уменьшим по масштабу. Пусть хотя бы будет так. Создадим к тору какой-нибудь материал. И тор поместим в объект клон. Поскольку у нас в настройках в объекте стоит плоскость, то мы видим, что тор объекты автоматически заполнили данную плоскость. Теперь давайте мы к плоскости применим тег симуляции одежды. Наверняка многие из вас это уже видели у других авторов. А к кубу применим тег симуляции взаимодействия. И проиграем анимацию. То есть мы с вами создали как бы эффект вот такой вот интересной кольчуги. Причем саму плоскость мы можем сделать невидимой. Тогда эффект будет смотреться еще интереснее. Смотрим. Отлично. Здорово. Давайте попробуем еще один эффект. Создадим две плоскости. Немножко увеличим. Продублируем. И вторую плоскость мы развернем. Давайте накинем материалы. Создадим сферу. Уменьшим ее по размерам. На нее накинем материал. И объект сферу мы проклонируем в клонере. В настройках клон объекта во вкладке объект мы закинем плоскость 1. Немножко увеличим, то есть уменьшим масштаб сфер. Вот таким вот образом. Давайте представление сделаем просто Гура. К сферам применим тег симуляции. Создать твердое тело. А в динамике укажем не немедленно, а при столкновении. Давайте создадим, допустим, платонного тела. Уменьшим его по масштабу. Применим к нему тег динамики, объект взаимодействия. И давайте проанимируем. Но прежде чем анимировать, давайте мы объект взаимодействия также применим к зеленой плоскости. То есть скопируем просто данный тег. Выбираем платонного тела. Записываем ключ. Идем в 50-й кадр. И сталкиваем платонного тела с плоскостью. Записываем ключ. Давайте посмотрим, что получилось. То есть, как вы видите, клон объекты могут полностью перенимать все физические свойства основного объекта, из которого их клонировали. Давайте попробуем еще раз. Отлично. Создадим новый документ. Давайте создадим теперь с вами куб. Немножко его отмасштабируем. Давайте применим к нему материал. Вот так вот. Перейдем в сплайны. И давайте создадим круговой сплайн. Сплайн мы немножко увеличим в размерах. Для начала. Давайте вот так вот сделаем. Теперь переведем его в режим редактируемого объекта. Так, я перейду вид спереди. И в режиме редактирования точек изменю форму сплайна. Придав ему более такую вытянутую форму. Так. Вот так вот. Возьмем теперь верхнюю и нижнюю точки. И сделаем масштабирование. Так. Крайние точки еще можно вытянуть немного. И снова выровняем верхнюю и нижнюю. То есть наверняка многие из вас догадались. Сейчас мы с вами будем создавать некий эффект гусеницы для танка. Многие наверняка это из вас уже даже и видели у других авторов. Немножко развернем. То есть отмасштабируем куб. И давайте сразу же его развернем на 90 градусов. Создадим клон объект. Мограф. Клон объект. Закинем сюда куб. В настройках линейный сменим на объект. И закинем сюда сплайн. Отлично. Число сменим на расположение. И давайте немножко развернем объект куб. Перейдем в настройки клон объекта. Выберем трансформация. Так. Нам надо с вами развернуть куб. Куб по оси B. По оси B мы разворачиваем на 90 градусов. Переходим снова в объект. И давайте увеличим количество клонов. Отлично. Как вы помните, у нас здесь есть смещение. Если мы будем его анимировать, то у нас также будет анимироваться и вся гусеница. То есть объект перемещается по сплайну. Но если мы будем пользоваться данной настройкой, то нам придется каждый раз ключи создавать вручную. Мы с вами просто зададим начальную скорость. И тогда анимация у нас будет проходить в автоматическом режиме. Давайте зададим начальную скорость, допустим, в 20%. И нажмем play. Обратите внимание, я совсем не создавал ключи. Как вы можете видеть, гусеница у нас в данном случае как будто бы едет влево. Единственное, чтобы ее анимировать, нам надо будет смещать объект сплайн. Так, сейчас я его смещаю в режиме редактирования точки. Нам надо выбрать объект. Вот в режиме редактирования объекта мы можем анимировать сплайн. Для того, чтобы гусеница ехала в другую сторону, задайте отрицательное значение. Допустим, минус 20. Проиграем. И анимация гусеницы у нас теперь уже идет в другую сторону. То есть, таким образом вы можете создавать не только гусеницы, но и, к примеру, различные конвейеры и так далее. Отлично. Снова создадим новый документ и рассмотрим еще один вариант движения по сплайну. В данном случае у нас есть три вот таких автомобиля. И с помощью клона объекта мы попробуем с вами создать трафик движения. Для начала давайте перейдем в режим отображения вид сверху. И создадим траекторию движения в виде нарисованного сплайна. Выберем сплайн ручка. И нарисуем определенную траекторию движения. Она будет представлять вот такую вот петлю. В конце нажимаем Escape. Режим давайте выберем сплайна кубически. Отлично. Создадим клон объект. Давайте сейчас не путаться. Объект сплайн мы переименуем в единицу. Для чего я это делаю, сейчас вы увидите. Итак, все три автомобиля мы подчиняем клон объекту. В настройках клона режим снова меняем на объект. И указываем объект сплайн. И обратите внимание, что он развернут крышей вниз. Чтобы это исправить, давайте продублируем сплайн 1. Назовем его 2. Перейдем в объект клон. И вот сюда вот в сплайн мы закинем двойку. Те, кто смотрели мой перевод уроков по основам анимации в программе Cinema 4D, наверняка догадались, что это аналогия создания направляющего сплайна. Выбираем сплайн 2. И немножко поднимем его вверх. До тех пор, пока автомобили не выровнятся. Также обратите внимание на то, что если мы выберем сплайны. Вот они у нас. Автомобили сейчас к ним расположены задом. Нам надо их развернуть. Выбираем клон объект. Идем в трансформацию. И разворачиваем автомобили. Так, по оси H. Так, на 180 градусов. Отлично. Во вкладке объект давайте мы число сменим на расположение. И зададим начальную скорость. Допустим, так же пусть будет 20. Немножко сделаем отъезд камеры. И запустим анимацию. То есть, как вы видите, у нас создался вот такой вот трафик движения. Давайте перейдем в режим отображения вид сверху. Здесь это будет немножко лучше видно. То есть, вот у нас автомобили двигаются по определенной траектории. Можем увеличить число автомобилей. То есть, таким образом, допустим, когда вы будете моделировать город или что-нибудь, вы можете создавать трафик движения автомобилей на дороге. Причем, если пойти немножко дальше и каждому автомобилю задать динамику твердого тела при столкновении и использовать, скажем, несколько клон объектов и несколько потоков автомобилей, то можно сделать интересные случаи их столкновения. Ну что же, это все, что я хотел вам показать в этом уроке. С вами был Александр. Всем пока!